Покупаешь в интернете? Пользуйся кэшбэк, возвращая чертейник со своих покупок. Подробности в описании под этим видео. И еще раз здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Андрей Ковтун, и рад вас видеть на нашем канале Андро Ньюз. Рубрика распаковки. В недавнем видео про Meizu M3s я рассказывал, что ко мне в студию приехал еще смартфон ZOOG Z2. Так, сейчас мы распакуем эту упаковку, и я выскажу свои первые впечатления по поводу данного гаджета. В принципе, смартфон интересен тем, что, во-первых, это, скажем так, отчасти альтернатива Xiaomi Mi 5. Вот только в базовой модификации уже внутри этого смартфона 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти. В своей видеоновости я говорил о том, что камера в этом смартфоне должна быть, ну, в общем-то, такая себе. Так это или нет, я уже выскажу, наверное, в этой распаковке. Вот, но сейчас мне просто нереально хочется посмотреть на этот продукт, потому что его стоимость более чем актуальна, а техническая часть просто супер. Так, ну, во-первых, упаковка ZOOG Z2 несколько отличается от упаковки ZOOG Z2 Pro. Сейчас я, кстати, вам это все продемонстрирую. Вот такой вот упаковочке поставляется на ZOOG Z2 Pro. Вот такой вот, как мы видим, ZOOG Z2. Так, ну что же, ZOOG Z2 Pro я пока что убрал в сторону. Так, открываем. Он в черном цвете ко мне приехал, потому что я очень был недоволен тем, что ZOOG Z2 Pro ко мне приехал в белом цвете. Ну, друзья, я вам так могу сказать, слышите, это кирпич самый настоящий, то есть это не компактный смартфон, то есть он кабан. Да, мы с вами привыкли говорить так, когда смартфон тонкий, но у него маленькая емкость и аккумулятор, мы говорим, лучше бы его добавили толщины и установили внутри гаджета более емкий аккумулятор. Ну, ребят, ну как-то я не знаю, лучше бы здесь все-таки была трешка. Потому что диагональ дисплея этого смартфона 5 дюймов, и я думаю, что трешки ему бы с головой хватило. Ну, в общем, более детально обо всем этом я расскажу в привычном нам ракурсе. Но пока что, вот когда я взял этот смартфон в руки, эффекта вау, ну, реально нет. Вот таким образом поближе выглядит у нас упаковка ZOOC Z2. Вот на тыльной стороне упаковки у нас указана версия с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянной памяти. В общем-то, упаковка такая себе, на мой взгляд, вполне себе бюджетная. Так, внутри у нас смартфон. Вот такая вот какая-то карточка ZOOC, нам она однозначно не пригодится. Далее, мануал на китайском языке и гарантийный талон от компании ZOOC. Иголка для того, чтобы открыть слоты для сим-карт. USB кабель Type-C и зарядное устройство. Его параметры в точности такие же, как и блочка, который поставлялся с ZOOC Z2 Pro. Напряжение 5,3 вольта, сила тока 2,5 ампера. Так, убираем все в сторону и начинаем более детально знакомиться с самим смартфоном. Так, на тыльную панель смартфона у нас наклеены защитные транспортировочные пленки от производителя. И вот тыльная панель выполнена из стекла. Стекло у нас, кстати, на удивление, не сильно марка. Вот я пытаюсь его автоматиковать и так далее. Ну, каких-то отпечатков не остается прямо у следов, которые напрягают. Ну, в общем-то, все вроде нормально. И, по-моему, если не ошибаюсь, даже какая-то олеофобка нанесена. В общем, и к нему перенимена технология 2,5D. То есть у нас торцы закруглены. В верхней части тыльной панели у нас находится глазок камеры. Модуль на 13 мегапикселей от компании Samsung. Одноцветная светодиодная вспышка и второй микрофон для шумоподавления. В нижней части тыльной панели у нас логотип компании ZOOC. На правой боковой стороне у нас находится кнопка питания и кнопка регулировки громкости. И лоток для сим-карт. Кстати, по поводу каркаса. Ну, ребят, ну, не знаю. Он, по сути, металлический, но, скорее всего, какой-то сплав. То ли магний, я не знаю. То есть, ну, нет такого вот ощущения, когда мы берем, допустим, тот же Meizu M3s. Вот тыльная панель, видно, что металл. А здесь вот какой-то вот, ну, не холодный, что ли. То есть, ну, скорее всего, это какой-то сплав. В общем, какой-то, ну, премиальностью не отдает это уж точно. Скорее всего, бюджетностью. Так, открываем лоток. У нас два слота для сим-карт формата nano. Все поддерживаемые частоты я укажу в описании под этим видео. Так, кнопочки нажимаются довольно туго, не болтаются. Ну, в общем-то, сборка у них вполне себе неплохая. На верхнем торце у нас нет ничего. На левой боковой стороне у нас нет ничего. На нижнем торце у нас находится USB-порт Type-C, микрофон, стандартный джек 3,5 мм для гарнитура и сетка, под которой у нас спрятан внешний динамик. Так, ну, в целом, вроде бы сборка смартфона вполне себе неплохая. То есть, ну, не могу сказать, что вот какой-то вот его внешний вид. Ну, и вот, опять-таки, еще раз вернемся к задней крышке. Это немножко еще помацкалось, но следы вытираются довольно просто. Так, теперь сравним его с, не с конкурентами, а вот со старшим братом ZOOC Z2 Pro и увидим просто колоссальную разницу, ну, конечно же, в сторону ZOOC Z2 Pro. То есть, потому что его дизайн и дизайн ZOOC Z2 это просто небо и земля. То есть, вот этот выглядит действительно как бюджетник. То есть, вот флагманом здесь даже и не пахнет, поверьте мне. По-моему, ZOOC Z2 Pro выглядит намного шикарнее. Ну, и вот он, сравнение с конкурентом Xiaomi Mi 5. Здесь также, думаю, однозначно все со мной согласятся, что дизайн все-таки Mi 5 намного интереснее, нежели дизайн ZOOC Z2. Намного, по-моему, интереснее. ZOOC Z2 какой-то такой вот кирпич, толстый причем, видим, ну, не знаю. Это лично мое мнение, то есть, внешний вид у ZOOC Z2 просто печальнее. Даже вот Meizu M3s, по-моему, выглядит как-то поинтереснее, нет? Вес смартфона составляет 149 грамм, толщина корпуса 8,5 миллиметра. Но для 5 дюймов, как-то, я не знаю, смотрится все, ну, реально он толстый. Вот он включился, экранчик какой-то тусклый. Скорее всего, нужно установить максимальную яркость дисплея. Матрица у нас LTPS, разрешение Full HD. Ну что же, олеофобное покрытие на лицевой панели есть, палец скользит отлично. То есть, в принципе, вот сейчас я смотрю, на экран все довольно круто. Работает новинка под управлением операционной системы Android версия 6.0. 6.0.1, вот 4 гигабайта оперативной памяти. Предустановлена оболочка от производителя ZOOC. Присутствует OTA-обновление, она только лишь для вот этой официальной версии прошивки. Из языков с коробкой у нас присутствует только китайский и английский. Есть различные энергосберегающие режимы, но обо всем этом я уже вам расскажу непосредственно в полном обзоре. С функционалом кнопки U-Touch я вас уже знакомил в распаковке ZOOC Z2 Pro. Один раз к ней прикасаемся, мы возвращаемся назад. Вот кликаем на нее, вот и возвращаемся на рабочий стол. Более детальный функционал можно настраивать в специальном пункте меню в настройках. В настройках дисплея у вас есть возможность активировать функцию пробуждения смартфона с помощью двойного тапа. Настраивать температуру цветов дисплея и активировать режим для чтения. В ночное время самое оно. Для передачи данных вы сможете воспользоваться Bluetooth. Функция Wi-Fi дисплей также есть. В принципе по функционалу этот смарт в точности такой же, как и ZOOC Z2 Pro. То есть особой разницы лично я не заметил. Лучше проверим работу сканера отпечатков пальцев. Вот я зарегистрировал один отпечаток и попробуем пробудить смартфон сразу из спящего режима. Вот я не кликаю на кнопку, просто прикасаясь к ней и смартфон у нас разблокирует. То есть сканер отпечатков работает шикарно. Ну и как мы видим разблокирует под любым углом. То есть сканер отпечатков у меня претензий точно уж нет, работает он шикарно. Далее мы протестируем громкость из внешнего динамика. Ребят, звук и громкий и чистый. К внешнему динамику претензий нет. Ну что же, ребят, все, что нам осталось рассмотреть в распаковке, это основную и фронтальную камеру. Напомню, что были у нас противоречия по поводу основной камеры. Здесь установлен модуль от Samsung на 13 мегапикселей с диафрагмой 2.2. То есть теоретически ночные фотографии должны получаться вообще ахтум. Но об этом все мы уже поговорим в полном обзоре. Сейчас я вам расскажу о функционале и сделаю парочку дневных фото. По функционалу здесь ситуация вообще не отличается от ZOOC Z2 Pro. Есть возможность выбора панорамной съемки, активации режима HDR, формат фото, активировать и деактивировать вспышку. В настройках можем устанавливать количество кадров в секунду для замеренной съемки. Максимальное число 960 кадров в секунду. Максимальное разрешение для записи видео с помощью основной камеры 4K, фронтальной Full HD. Максимальный размер фото с помощью основной камеры равен 13 мегапикселям с помощью фронтальной 8 мегапикселям. Ручного режима нет, фазовый автофокус присутствует, кнопка громкости у нас служит в роли кнопки спуска затвора. Есть возможность выбора различных фильтров. Что касается фронтальной камеры, у нас установлен модуль на 8 мегапикселей, присутствует функция автоопределения лиц, бьюти. Есть возможность выбора различных фильтров. Для фронталочки, по-моему, самое оно. Ну что же, сделаю парочку примеров в фото, ну и выскорим свои первые впечатления по поводу основной фронтальной камеры. Блин, ребята, на мой взгляд, все не так уж и плохо. Думал, что камера этого смартфона будет намного печальнее. Ну что же, в принципе, какие-то впечатления первые о данном гаджете у меня сложились. Будем подводить итоги. Блин, я даже не знаю, этот смартфон больше мне нравится или не нравится. Сразу могу сказать, что его дизайн вообще не для меня. То есть я бы с таким смартфоном, допустим, не ходил. Но я знаю такой тип людей, которые пользовались смартфоном G4. Это старая модель. Мы помним этот кирпич, и он мне полностью напоминает этот девайс. Такой же вот он толстенький, кабанчик с хорошим аккумулятором. Но здесь вместо пластика используется стекло. То есть если говорить о балансе, то я считаю, что этот смартфон очень даже сбалансированно. В руке сидит отлично. Емкость аккумулятора 3500 мАч. И это учитывая, что диагональ дисплея 5 дюймов. То есть автономность его должна быть вполне-таки неплохой. Он мощный. За его работу отвечает процессор Snapdragon 820. 4 гига оперативной памяти. 64 гига постоянной памяти. То есть это, в принципе, настоящий монстр. Экранчик здесь, кстати, от LTPs матриц, Full HD разрешение вообще просто шикарный. То есть все, кто будет пользоваться этим смартфоном, вы меня поймете. Экран просто сногсшибательный. Камера, я думал, что ужасная. На самом деле, первое впечатление, она вполне себе неплохая. Вот. Поэтому этот девайс нужно более детально тестировать. То есть и высказывать свое окончательное мнение. В принципе, он неплох. Но того восторга, который был, когда я записывал видеоновость на этот гаджет, сейчас он у меня, к сожалению, не вызвал. Где купить новинку по актуальной цене, я укажу в описании в комментариях под этим видео. Не забывайте пользоваться кэшбэк, возвращайте часть денег со своих покупок. Если вы со мной где-то не согласны, либо у вас есть что добавить, пишите об этом в комментариях. С радостью вам отвечу. Если же вы хотите следить за всеми новостями касательно китайской электроники, пожалуйста, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте и заходите на наш сайт andronews.com. Хочешь увидеть полный обзор на этот смартфон ZOOC Z2 Pro, полное сравнение Z2 Pro, Mi 5, OnePlus 3, подписывайся на наш канал в YouTube. С вами был, как всегда, я, Андрей Ковтун, специально для Android News. Да пребудет с вами Android. Пока-пока.